Себя и пионеры Агентству 24 года С 96 года У нас в активе То есть работа С практически С очень многими Международными компаниями Типа Кэдбери, типа Данон Диролл И прочее По фарме И какие-то великие бренды Там тоже в аналах Остались И потом мы перешли Расширили свой интерес До институциональных и корпоративных И территориальных брендов И В общем наш такой флагманский проект Который мы ведем до сих пор Начиная с 10 года Это бренд Роза Хотор Олимпийского курорта И там начиная от концепции Функционального зонирования Там участие в разработке Концепции инфраструктуры Позиционирование Что очень важно Потому что он Не без нашей помощи Там Сделал акцент на всесезонность И Разработка Палитры сервисов Как они привязаны к сезонам И так далее И так далее Амурская область Ой Мурманск Амурская область Это такие вот Края и вести Мы Ой там много что делаем Мы Помогаем Чиновникам Достучаться до сердца Да Достучаться до сердца Помогаем Помогаем чиновникам Чиновникам Сформировать отношения Со всеми заинтересованными Сторонами в развитии региона А не так чтобы Говорить про макарошки Ну отношения Потому что Это вещь очень глубокая И Кажется что Когда мы прописали Матчасть Где какие ресурсы И куда они должны Двинуться То вот Уже Дело сделано А на самом деле Еще ничего не сделано Потому что Уже в реализации Все зависит от того Насколько люди умеют Взаимодействовать И договариваться Вот Ну в общем Что-то про это Друзья и коллеги С нами Наталья Юрьевна Вишневская Брендмейкер Номер один Во всем мире Да что во всем мире Даже на Розе Хутор Коллеги Приветствуем вас В нашей цифровой гостиной Уже очень интересное Вступление у нас было Вы фактически Рассказали о себе У меня есть ряд вопросов Во-первых Как вы пришли В бренд менеджмент Путь мой был Тернистый Извилист Но на самом деле Достаточно логичный Когда я закончила Университет А это была Экономическая Кибернетика И введение В специальность Нам читал Незабвенная Белгезовича Гамбегиана И потом я стажировалась На экономической Социологии У Татьяны Ивановны Заславской То есть Учителя были достойны И в общем Надо было постараться Не опозорить их Славные имена Своей жизнью И своими Своими действиями И когда В 90-м году Появилась книга Котлера Маркетинг То прочитав ее Я поняла Боже мой Это же вот то Чему нас учили И мы реально вышли Из университета Умев делать Социологическое исследование Которое Собственно Вся методика Потом маркетинговых исследований Она пришла В значительной степени Из социологии Из социальной психологии И поэтому Я была уже Можно сказать Готовым маркетологом И много лет Посвятила Ресерчерскому бизнесу Из которого Логично Двигаться В управленческое Консультирование Потому что Когда ты что-то Происследовал То И если ты в контакте С первыми лицами Компании Естественно Они спрашивают И что Дальше С этим делать И поэтому Естественно Приходилось объяснять Что с этим дальше делать И Вот Моя миграция Именно в бренд Билдинг Она произошла Тоже немножечко Через такую прокладку Когда Когда Деятели рекламы Устраивая Очередной Международный Фестиваль рекламы Это такая Можно сказать Большая шестерка Они попросили Организовать Систему Журения Таким образом Чтобы все было Честно и справедливо Журение Слово пожурить Да Пожурить И Журение Ну в общем Систему оценки Жури И Сделать Ее Прозрачной И Объективной И тогда Мы собственно Опираясь На Методы Обработки Социсследования Придумали Каким Каким образом Можно прямо Вот в режиме Онлайн Выдать Нагород Результат Когда Жюри Оценивает По определенной Матрице Проставляет Что это за Система Оценки Помню как в КВН Там Юля путалась Все время В расчетах Да Да Ну это Прямо Прямо Ее специально Учили Правильно Путаться В этих Расчетах Но у нас Действительно Было все По честному И такая Была матрица Оценки Которую Мы успевали Пока идет Фуршет И успевали Обсчитать Поскольку Программисты И математики У нас всегда Были хорошие В стране И уже Выдать на гора Результат Объективный И Честный Я примерно Этим занимаюсь Когда я бизнес Симуляции провожу То есть Тоже необходимо Подсчитывать И И И Меня Так Ну как-то Познакомилась Я с Многими Деятелями Рекламы И дизайна Вот зарождающегося В нашей стране Коего было Тогда Немного Профессионального И Судьба Вынесла На Создателя Сказать Практически Всех Телевизионных Упаковок Телевизионных Программ Телекомпании Вид Андрея Одинцова Вот Которые Благодаря Которому Я Вошла В мир Графического Дизайна И Я поняла Что это Чрезвычайно Интересная Штука А затянул Тем Что Я же не дизайнер И смешно Было бы Представлять Что я Что-то в этом Не понимаю Профессионально Но Когда ты Понимаешь Что Это одна Из знаковых Систем Которые Люди Общаются Друг с другом Которые Призваны Транслировать Некие Смыслы Месседж То Потому что Для них Персик Это Больше Фрукт Чем Цвет Нет Не так Нет Есть Утонченные Натуры Которые Не обязательно Утонченные В дизайне В дизайне Очень много Прагматики В дизайне Очень много Функциональности И математики Но это в дизайне И Несколько лет Мы Занимались Дизайном И очень Но У нас же В стране Как водится В дизайне Понимают все Особенно Большие Руководители А это точно И Понимаете И я Тогда Поняла Что Очень хочется Чем-то защититься От Волюнтаризма И Вот Простите Уже За откровенность Самодурства Некоторых Больших Начальников Начальники Да Делите его внимание Пожалуйста А защититься Чем Защититься Можно Ну Только знанием Только знанием И то что И Той информацией Которой Выше тебя Да То есть Вот То что Научными Исследованиями Аналитикой Доказанной Доказательством В виде Статистических Выкладок То есть Некой Объективной Информации Которую Ты можешь Предъявить И она Будет Твоим Счетом И Поэтому Я стала Думать Что Является Критерием Для принятия Правильного Но Слово Правильное Мне не нравится Поэтому Я поправлю Его на Рабочее Или Работающее Решение То есть Потому что Любое Решение По дизайну По бренду Оно Собственно Нам нужно Для того Чтобы оно Решало Какие-то Задачи По бизнесу Или По управлению Можно посмотреть Эффект В деньгах Его можно Посчитать И И Можно Лучше Прогноз Прогнозируешь Отдачу Вот Ну Соответственно Для того Чтобы Инвестировать Убно Нужно Немножечко Знать Рынок Знать Свою Аудиторию Правила Симметрии Гармонии Знать Как этот Инструмент В который Ты инвестируешь Будет Работать И так далее И так далее Поэтому Вот Мы Очень быстро Поняли Что На уровне Просто Услуг По графическому Дизайну Очень Интересно Оставаться Потом Опять же У Миши Это куда-то Надо было Девать Поэтому У Миши Есть не только У Карла Макса Да Ну В общем В общем Да Даже У некоторых Женщин И Поэтому Быстро Поняли Что Конечно Нужно Заниматься Комплексным И Даже Скажу Системным Консалтингом Который Результатом Которого Выстраивание Для Клиента Это Система Коммуникаций Система Взаимоотношения И Некого Образа Притягательного Доверительного Да Но Образ Это Вториченно Образ Это Это Уже Конкретный Конкретная Материализация Которые Которые Посредуют Собственно Те отношения Которые Вы хотите Выстроить Мне Знаете Что Интересно Ведь Есть Такая Поговорка Что Важно Быть А Не Казаться И Когда Мы Берем Премиум Сегмент А Вы Назвали Компании Которые Работают С Премиальными Поставщиками Консалтинговых Услуг С вами В частности И так Далее Они Стремятся К совершенству Вот Той Самой Гармонии К Образу К К Запоминается К Впечатлением И Мы В этой Студии Цифровой Гостиной Вот Буквально Сегодня Общались С человеком С коим Затронули Тему Например Загородного Строительства Ну С пандемией Это стало Актуально Как-то у нас Разговор Зашел Что Многие Работают На удаленке И сталкиваются С тем Что Если им Дача Раньше Казалась Ну Хотел сказать Пятой точкой Да На которую Внимание Обращают И тут Друг Им Приходится Там Жить Они Куча Непродуманностей Куча Там Несогласованностей И так далее И Если брать Компании Которые Строят Дома Проектируют Дома Это архитектор Это строители Для них Построение Бренда Архи важно Потому что К стройке Сейчас Потребитель Относится Очень так Вот Ну Настороженно В стройке Воруют Такое ощущение Да Что там Что-то Так сказать Напридумывают Закопают Спрячут И так далее А в стройке Очень много Неожиданностей Там У кого-то Дом Обрушится Там Покосится И так далее Как построить Хороший бренд Крепкий бренд Чтобы ему доверяли И в том числе Сотрудники То есть мы говорим Уже об HR бренде Компаниями Которые Вот как бы В строительстве Находятся И Вынуждены там Не просто сейчас Вот Выживать Для кого-то Это окно возможностей Например Ну Да Вспоминается Прямо цитата Путина О том Что строители Это особая каста Особая каста Да На которых Нету права И Но компания Которая дорожит Собственной репутацией Она ведь Так Да Я скажу Что Мы Очень немало Знаем Про рынок Строительства И Девелопмента Потому что Так случилось Что С 2003 Года Мы начали Рассотрудничать С компанией Крост Строительный концерн Который Достаточно Известен В Москве И Амбиции Этого клиента Они Простирались Далеко За пределы Российской Федерации И Как только Мы создали Им Стиль Как только Мы Выиграв При этом Большой тендер Очень серьезный Который Организовывала Международная Компания И Буквально Следующей Задачей Это был Необходимость Выхода Их На Европейский Рынок Они уже Дважды Участвовали В выставке Экспориал К этому времени Который Проходит В Мессе Мюнхен Это После Наверное Вот Весенняя Выставка Это Мейпим Известная Осенняя В Каннах И Осенняя Это Экспориал В Мюнхене И Это Две Наверное Из Трех Крупнейших Мировых Выставок В Области Недвижимости Недвижимости Девелопмента И Они сделали Вывод Что их Там Не Видят И Обратились К вам И Обратились К нам Потому Потому Что И Хорошо Что они Это Поняли Потому Что Для того Чтобы Быть На какой-то площадке В какой-то тусовке Правильно Понятым Правильно Виденым Естественно Нужно Говорить С этой площадкой На одном языке Надо упаковать Смыслы Чтобы они Потом Самораспаковались Нужно Во-первых Эти смыслы Иметь Нужно Иметь Что сказать Миссию Ценности И Понимать Ну И гораздо Шире Нужно Иметь Что сказать Вот И Понимать Как сказать Потому Что Если Ты В китайской Тусовке Говоришь На русском Азыке Ну Вряд ли Тебя Кто-то Поймёт Ты Говоришь Я таки имею Что вам Сказать То есть Это уже И тогда Все тебя Понимают В нужной По крайней мере На Дерибасовской Точно поймут И Вот это Шестилетнее Активное Сопровождение Концерна На выставке Эксприалы Взаимодействии С правительством Москвы Потому что Несколько лет На выставке Участвовали Таким интегрированным Большим Стендом И Она Очень Многому Научила То есть Кросс уже Представлял Москву И Россию За рубежом Кросс представлял Москву Россию И самого Себя За рубежом И Стало Понятно Что Что мы Способны Разрабатывать Технологии Мы Способны Строить Не хуже Более Того Видя Лучшие Практики Лучшие Западные Технологии Можно Делать Создавать Инновационные Решения Например Тот же Промышленный Комплекс Крост Который Ориентирован На Средний Бизнес И Ориентирован На Понятные Масштабы Производства Строительных Материалов Но Которые Ориентированы На Сложные Требования Архитектуры Современных Зданий Они Что-то Инновационное Производят Да Они Создали Инновационную Инновационный Технопарк И Промышленную Площадку В Сходне Где Производятся Сложные Элементы Железобетонных Конструкций Архитектурного Бетона Фибробетона И так далее Что позволено Например Сделать Ледяную Пещеру В Заряде В Москве И так далее Я правда Получается Буквально Реклама У нас Оплата рекламы Предусмотрена Вот Это да Мы адресуем Но Смысл в том Что Есть что О чем Говорить И есть Что показывать Вопрос И есть Чему учиться Но вопрос Нужно Естественно Очень хорошо Понимать Вообще Выход При выходе В любой Контакт С какой Целью Да То есть Вот это Пресловутое Зачем И почему Оно Просто Во-первых Строках И второе Как Зачем Крост пошел За рубеж Там денег больше Нет Они как раз Очень Четко понимали Что им Нужен был Опыт Да Он говорит Нам очень быстро Концентрировано Нужен был Западный опыт И они ввязались В конкурентную борьбу Конечно Но важно было Нет Важно было Наоборот Никакой конкурентной борьбы Они хотели себя показать Как Как заинтересованного Способного К Интересной Креативной Коммуникации Заказчиком Готовым выступить В роли заказчика Ставящих Интересные задачи Граничные с вызовом Для европейских компаний И Многие европейские компании Они были Действительно Когда они поняли Что Перед ними Непростой Но Интересный Заказчик Ставящий перед ними Непростые Задачи То есть И с ними Можно работать В смысле Ответственности И платежеспособности То Просто у нас Был КПА Когда они Входили в первую Выставку У них было Три зарубежных Партнера И За три года Нам нужно было Увеличить Минимум в пятнадцать Раз Ой В пять раз То есть Их должно было быть Через три года Пятнадцать Это было наше КПА Ежегодное удвоение Практически Но через четыре года Их стало семьдесят пять Реально То есть Вот Что мы делали По сути дела Мы Вот Что стоит За этим термином Которые Общеупотребим И Но Очень часто За ним Понимают Очень разные вещи Это упаковка Да Упаковка компании Упаковка проекта В инфобизнесе Очень популярна Упаковка И Поэтому Очень Я могу сказать Что Отправной точкой Вот этой упаковки Является Всегда понимание Вообще Сутевых Вещей И Именно с них Потом Понимая Вот эту Отправную точку В виде Сутевых вещей Должен выстроить Систему Да Система Каких Взаимоотношений Должна у тебя Быть построена С твоими Партнерами С твоими Потенциальными Клиентами С твоими Покупателями Жилья В конце концов С подрядчиками Архитекторами Поставщиками И так далее И так далее Какова должна быть Эта система Взаимоотношений На каких Принципах Она должна быть Построена Чтобы не получился Премиум продукт Да Чтобы на выходе Не обязательно Премиум Чтобы на выходе Получился продукт Качеством Которым Мы можем Управлять Да И Потому что Собственно Бренд Это Субъект Отношений Который Отвечает За свое Слово Все Это очень Очень просто Если имидж Это узнаваемость Плюс репутация Или там Может То бренд Это у нас Иными словами Обещание Смотрите Нет Это бренд Не обещание Я Ну Со мной Может кто-то Не согласится Но моя позиция Что в современном мире Именно бренды Являются Субъектами Отношений Понимаете Вы не можете Выстроить отношения Например Что значит Я Там Имею отношения С компанией Ну Вы же Что значит Имеете отношения С компанией Вы не знаете Никто не знает Компанию Даже ее владелец Потому что Он общается С ограниченным Кругом людей Он не знает Все процессы Там Сверху Донизу И Там Вшире Вглубь И Мы можем Говорить Что мы Общаемся С понятным И Сформированным У нас В мозгу Образом Образом Да А это и есть бренд То есть Именно бренд Субъект Наших отношений Скажите И в этом смысле Он такой же Живой Как и человек Поэтому И Что значит Он живой Как и человек Вы ему можете доверять Но можете Ему не доверять И К сожалению Доверие Это Это Как раз Относится К управлению Знаковыми Системами Вот это доверие Оно формируется У нас Во взаимодействии Нашего Подсознания И сознания И Этому Процессу Нельзя Приказать То есть Вот я вам Что-то говорю А вы мне доверяете Или нет Я вам доверяю Спасибо Ну потому что Я говорю вам Правду Свою правду Которая для меня Рабочая гипотеза То есть Если Эта правда Для меня Работает И работает Для моих клиентов У нас возникает Режим доверия Ну вот буквально Перед интервью Наталья Юрьевна Сказала что она Очень хорошо Готовит шашлык И вот я пока Не верю Этому Нет Я скажу Я умею Нанизывать шашлык На шампур Вот Умею Дожидаться Терпеливо Когда дрова Перегорят И станут углями И когда уголь Покроется Такой белый Белый И умею Класть эти шампуры На мангал И вовремя И вовремя их переворачивать А маринуют шашлык Эксперт Ну да Эксперты Повара Сбуки вкуса И Вот Опять реклама Опять рекламная пауза Да Так Замечательно Вот Но Сама я готовлю Что я готовлю У меня фирменные блинчики Здорово Да Фирменные блинчики Провокационный вопрос Как-то почему-то шашлыки Пандемия Какая-то такая вот ассоциация уже Так сказать Да Создана благодаря СМИ И интернету Провокационный вопрос Касательно имиджа Нашего президента Владимира Владимировича Путина Есть некий образ И мы часто голосуем Именно за образ Но сегодня у нас день голосования Последний И соответственно Как бы вы технологично Оценивали образ президента Владимира Владимировича Путина Вот по каким параметрам Ну для того, чтобы чем-то управлять Надо сначала это оцифровать Померить В литрах, килограммах Прекрасный вопрос Вы знаете, я вспомнила Свой мастер-класс Который я читала Для клуба директоров Google Так И у меня есть авторская модель Модель бренда Модель системная То есть, что она означает Что каждый элемент этой модели Он должен взаимодействовать С другим элементом По системному признаку Давайте на другие Их взаимная обусловленность И слаженный функционал Он должен быть Должен быть выстроен По принципу продуктивной модели И как раз, когда они попросили Разобрать меня на этой модели Пример личного бренда Вы взяли Путина? Мы взяли Мы все вместе взяли Взяли Владимира Владимировича И просто разложили его По этой модели А в этой модели есть продукт бренда То есть, это буквально Что бренд продает В качестве продукта Своим заинтересованным лицам Вот И это вопрос тоже Что продает Владимир Владимирович В хорошем смысле В хорошем смысле Что обещает? Населению страны И понятно, что население Это тоже не масса А там можно выделить Не знаю Ну и по социальному статусу И по возрастному И по партийному признаку И по возрастному И по какому угодно И это вопрос Что он продает Вопрос, что он продает Международному сообществу И там тоже целый спектр И мы тогда сделали рабочее предположение Что его продукт Такая великодержавная Россия И вопрос Но что в этой великодержавности Что в начинке Этой оболочки Каждый может понимать по-своему Да Что есть для каждой Вот этой аудитории И вопрос Чтобы продукт был Для каждой аудитории Интересен Он должен быть А, понятен Он должен быть Уникален То есть великодержавность От Владимира Владимировича Она должна быть иной Чем великодержавность Которую, грубо говоря Продавали его предшественники Коих было Ну, не будем перечислять Немало Да И она должна Но самое главное В продукте бренда Это не только уникальность Что Какая-нибудь вещь может быть Или какой-нибудь продукт Может быть уникальным Но где гарантия Что мы его Ну, в рыночном языке Купим Но то, что мы его Присоединимся к нему Да Мы будем разделять И нам будет нравиться Этот продукт Он должен быть Нам выгоден Такую пользу я получу От великодержавной идеи Да Да И эту пользу Чтобы 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 мы были Благодарными потребителями Этого продукта Мы должны эту пользу Ощущать Ощущать Предвкушать Потому что пока Мы слышим обещания И вопрос в том Что мы И когда мы стали Разбирать Насколько этот продукт Достаточно Для того Чтобы аудитории Ощущали его Уникальность Его И его выгоду Ну, в общем Мы заметили Достаточно большое Количество Лакон Как бы Непростроенных Лакон В которые Как я говорю Непростроенные Длиннее Незаполненные Лаконы Это значит Туда Затекает Любая Интерпретация Которой мы Не управляем А нужно управлять Можно пояснить Зрителям Что такое лакуна Я думаю Не все В маркетинге А с Ну, лакуны В данном случае Я употребила Просто Как общеупотребимое Слово То есть Та территория Та Коммуникационная Территория Который мы В которой Мы не простроили Смыслы Не простроили Сообщения Может быть Мы ею даже Не занимались Да Мы ее могли Просто не заметить Упустили Не обратить внимание Что она важна Или Или может быть Проигнорировали Осознанно То Она формирует То что я называю Пустую Коммуникативную Ячейку А по законам Мерфи По-моему Да Ее могут простроить Так как нам Потом не понравится Конечно Конечно Это проблема А свято место Пусто Не бывает Поэтому Если Ты не управляешь Этой территорией Значит Этой территорией Управляют За тебя Или конкуренты Могут ее управлять Конечно Тем самым Обрушив Твой имидж Конечно То есть старания Которые были Там Инвестиции Ага Это опасно Так что происходит С Владимиром Путиным Кто может Заполнять Лакуны Ну как бы Против него И против Великой Державной идеи Нет Я Я наверное Не совсем На этот вопрос Отвечу Я просто Отвечу на то Что Вот Возвращаясь К моей модели Что нам Продукт Бренда Да Который мы Продаем Нашим заинтересованным Сторонам Он должен быть Очень четко Связан Он должен быть Релевантен И Той Организационной Структуре Управления И той Корпоративной Культуре Которая Царит Вот В Объекте Управления Да Но Корпоративная Культура Это Бизнес Понятие Да Но Можно сказать В данном Случа Культура В широком Смысле Этого Слова Если речь Касается Страны Да И А Это Это понятие Естественная Культура Не в смысле Большой театр И Третьяковская Галерея А в смысле Нормы Правила Традиции То есть Те Уклады Да Те Ценности Которые Которые Формируют Почву Для Взаимоотношений Если почва Соответственно Вот И тогда Становится понятно Что с почву Мы Бросим Что посеешь Что и Бросим Да То что мы посеем То и мы Потом из этого Пожинаем Поэтому Если почва Опять же Если мы почвой Не занимаемся Вот И сеем На неподготовленную Почву На неподготовленную То соответственно И произрастает То что произрастает И в хожесть падает Вот Ну и в хожесть падает И произрастим Может сорняк А не неценная культура Вот А структурные отношения Это наша система управления Как управляем Чем управляем Таких Поэтому эти вещи Они должны быть Очень четко выстроены И это Большая Большая управленческая Большая Задача Где нужно Управлять не только Ресурсами Но управление Смыслами Да Оно не менее важно Чем Потому что Мне кажется В наше время Смыслы Становятся Ну вот И вообще Весь раздел Семантического управления Он становится Не менее значимый Чем Процедура управления Вот В классическом их понимании В студии В студии запахло Шашлыками Но я Сейчас вернусь К теме Например Дома Это настроение У вас есть Загородный дом? Да Я думаю Это была большая проблема Для архитектора И подрядчика Когда имеешь Дело С Представителем Индустрии Бренда Брендинга Да Когда вы понимаете Смыслы Когда вы понимаете Тонкости Детали Можете рассказать Как вы выкручивали руки Или сказать Чем вы там Приводили В чувство Скажем Подрядчиков Не знаю Архитекторов Что-то про строительство На что обращали внимание Когда-то Честно Дом Дом строила не я Дом Строил мой муж И И это была Такая Кризисная история Буквально Вот На кризисе 2008 года 2008 года Купил несколько С инвестиционной целью Несколько участков В дачном поселке И Где было рекомендовано Строительство Из Клееного бруса То есть Владельцы поселка Хотели Чтобы он С пеленным стилем Ну Что Чтобы Там была Сформирована Некая Такая Целостная Среда Некая Экосистема Отношений И в том числе Ну и Которая бы выражалась В том Чтобы дома Они не были бы Дворцами А были бы Все-таки Дачными Дачными Уютными Строениями И Он пригласил Архитектора И компанию И они Показывали Разные варианты Домов И Вот Создатель Домов Из клееного бруса Предложил ему Один Абсолютно Экспериментальный Который Каким-то образом Уговорил Супруга Его выстроить Он выстроил И он Знаете Удивительный дом Он Один из самых Неказистых Снаружи Ну то есть Снаружи Он выглядит Как вы это приняли Как человек Который С чувством гармонии На ты Легко Он Это наоборот Это такая магия Он Кажется Небольшим Снаружи Но внутри Он организован Что у него Гостиная Образует Двухсветное Пространство То есть Второй этаж Выстроен Такой Контресолью По кругу Второй свет Есть Да Есть второй свет И За счет Вот этих Деревянных Перекрытий У него Внутри Как купол Как купол Церкви Как купол Храма И строитель Когда выстроил Он говорит Надо же Я не ожидал Я придумал Дом Который Внутри Как маленький Храм На самом деле Семья И семейный Очаг Это и есть По сути Да И получилось Получилась Такая Очень Красивая И Очень Красивая Метафора И Кстати Весь Процесс Брендбилдинга Это тоже Процесс Строительства Для внешнего И внутреннего Потребителя Для поиска Метафор Которые бы Отражали Смыслы Как Вербальные Так и Визуальные Вот И поэтому Управление Метафорой Это тоже Поиск ее Это тоже Один из Составных Частей Брендбилдинга Поэтому Это Получился Вот В общем Получился Дом Который Отражает Наверное Мою суть А вы бы хотели Построить Второй дом И какой бы он был Чисто теоретически Я сейчас Так получилось Что Я как раз Перед Перед Кризисом Продала Квартиру 20-го года Кризисом Ковидным 20-го Ковидным Была Большая Большая Квартира В которой Собиралась Немало Интересных Людей И Честно говоря Уже на Кризисе Стало Понятно Что она Что это Не тот Актив Который Который Работает И Вот эту Квартиру Я променяла На Новый Офис Компании Очень Интересный Потому что Я поняла Что Все попытки Арендовать Офис Который Тебе Хочется То есть Офис Мечты Не получается Потому что Его нужно Построить Это как Жить в арендованной Квартире Сильно Вкладываться Не хочется Потому что Съехать По разным Причинам А здесь Хочется Прямо От души И Вот Сейчас Последние Лиссировочки Заканчиваются В этом Офисе И Тоже Очень Интересный Наталья Юрьевна А вы Пригласите Для съемок В ваш Офис Конечно Конечно Мне кажется В цифровой Гостиной Это должно быть нормально То есть С учетом Пандемии С учетом Второй волны Людям Захочется И Кстати Это заметила Они с удовольствием Смотрят Природу Они устали От вебинаров И Как-то Надо Сочетать Локации Если Вы Приглашаете Я Приглашаю Тем более Этот Офис Он Создан Он Знаете Офис С С Анти Концепцией Таких Стационарных Рабочих Мест То есть Там Очень Мало Стационарных Рабочих Мест И они Такие Весьма Условны Это Большая Детская Игровая Ну Не совсем уж Детская Игровая Но Это точно Взрослая Игровая Потому Что У нас В офисе Из камина Вдруг Появляется Плазменная Презентация У нас По щелчку Кнопки Опускаются И То есть У вас умный Вопрос И У нас Раздвигаются И задвигаются Стены И вдруг На них Появляются Магнитно-маркерные Доски На кухне Графитно-маркерная Доска И Ну В общем Он такой Сделан Хотя Небольшой Но Он такой Офис-трансформер Вы знакомы С теорией Бирюзовых организаций Конечно И корпоративной Культуры Конечно Понятно Откуда Это про это Это про то Что Ну Про то Что сейчас Наступает Эра Ну Действительно Сотрудничества И это то Что вам удалось Сделать в офисе И это то Что Мне удалось Сделать В компании Вот Потому что Мы Создали Такую Экосистему Которую Не очень Сильно Пиарили Как и Компанию В целом Но У меня же Практически Нет ротации У меня Некоторые Сотрудники Со мной 18 лет 15 лет Это очень много Хотя Я думаю За это время Может Буду Родить И Вывести На работу У меня Люди Да Ну Практически Мы сейчас Подращиваем Подращивать Такое Второе Поколение Но У нас Кстати Мы достаточно Легко Перешли На Такой На удаленный Формат И И даже Понимаем Что Сейчас С разрешением Казалось бы Вот Такого Уже Очной Работы Мы понимаем Что Некоторые Процессы Они Достаточно Продуктивные Именно На удаленке То есть Они Они становятся Более четкими Ты не тратишь Время На дорогу И И Продуктивность Возрастает И в то же время Им Можно уделить Внимание Семье Вот Про внимание Про семью Про очаг И про то Что вы сейчас Рассказали И Ну Как бы Подраскрывая Секреты Офиса И может быть Дома Как бы вы Порекомендовали Нашим зрителям Слушателям Соответственно Затем Ди-Би Програм Обустроить Своё жилище Или может быть Загородный дом Чтобы туда Можно было С удовольствием Приглашать Там деловых Ну я не знаю Это я сейчас Может быть Лишнего наговариваю Но как бы Дом мечты Вот На что Обратить внимание Потому что Очень много Споров На эту тему Знаю В Китае После Выхода Из пандемии Просто Ринулись Разводиться Потому что Там Ну вот Все сложно Было Внутри семьи В доме И так далее На что Обратить внимание Чтобы там Было всегда Комфортно Можно было Продуктивно Трудиться И так далее Нужно Задать себе Несколько вопросов И честно На них ответить Важно честно Первый вопрос Как я живу Как я живу В этом доме Если это И если это Дом Или квартира Если это Пространство Новое Как я хочу Здесь жить То есть И Буквально Вот Прописать Можно подробнее Что значит Как Лучше живу То есть Как я просыпаюсь Так То есть Буквально Вот Я просыпаюсь Вот Я просыпаюсь Как я люблю спать Я ворочаюсь Я там Просыпаюсь поперек Я Ну Поскольку уже Понятно Что Уже Наша аудитория Она разная И Может быть Кто-то любит Спать один Даже если у него Прекрасные отношения С Второй половинкой Вот Кто-то наоборот Любит Спать тесно Обнявшись И так далее Потом ты просыпаешься Твое движение руки Куда Зачем Да Соответственно То что лежит там Куда ты клонишь руку Да Для него Должно быть место Чтобы это лежало Да Потом ты встаешь Потягиваться Понимаете Вот я например Утром встаю И первое Что я делаю Я сползаю на пол И делаю Упражнение 45 минут У меня идет Такой микс Из тибетской Гимнастики И йоги И такое я говорю Это половая гимнастика Моя Вот Ну и поэтому Мне очень важно Иметь место Куда сползти И где Чтобы там Лежал Коврик На который Через который Никто не переступал То есть всем было бы Удобно И мне было бы удобно И окружающим Ну и соответственно Так ты простраиваешь Вот буквально Шаг за шагом Шаг за шагом Ты простраиваешь Свои маршруты Буквально навигацию По ним Куда должен падать взгляд Потом И таким образом Ты формируешь Шаг за шагом То что я называю Функциональное зонирование И Это тоже самое характерно Например Для Магазинов Магазинов Для территории Для там Загородных пансионатов Для курортов Для Поселений Для офисов И так далее То есть Вот у нас есть Карта нашего Функционального зонирования Соответственно С теми Предметами Которые тебе Вот функционально важны Вторая часть Морлезонского балета Это часть эстетическая И Сначала нужно Распоясаться Залезть в какие-нибудь ресурсы И просто Там Скачивать Картинки И по принципу Вот нравится Не нравится Неважно Но желательно Помечать Чем они тебе нравятся Например Вот в этой картинке О как прикольно Здесь кресло Вот тут Торшер То есть ты развиваешь вкус Глядя на картинки Ты не обязательно развиваешь Ты Тебе имеет право Нравится Вот Все что угодно Вот Оно тебя не спрашивает Почему оно тебе нравится И имеет право Тебе нравится После этого Но Как правило Это такая каша Да После этого Из нее нужно попытаться Сделать Коллажи По цвету Используют Световые круга Круги А дальше В этих коллажах Знаете Есть замечательная игрушка Детская Когда Знаете Детям показывают Там пять картинок И говорят Убери лишнее Все круто Да Вот И вот Из этого коллажа Ты потом Начинаешь смотреть Ну Потому что Как правило Там нельзя Это очень любят Говорит дизайнеры И брендмейкеры Там нельзя впихнуть Непихуемое Вот Поэтому И как правило Все свои хотелки Тоже в одно помещение Их не запихнешь И поэтому Ты Смотря На Вот этот коллаж Ты просто начинаешь Убирать лишнее Вот А потом И Главное Задавать себе вопросы И тут же отвечать на них Почему Еще с этими картинками Надо переспать То есть посмотреть На следующий день Через неделю Две Три Потому что Стройка Это вещь серьезная Я Вот таким образом И я честно скажу Именно вот в этой технологии Мы сейчас С архитектором Делаем Вот Создаем Новую квартиру Да И Это очень Это прямо Это Это квест Это Приключения Это Это очень клево И очень весело Я как-то давно От одного Из серьезных Архитектурных Бюро Услышал Что Внешняя отделка Она может привести К удорожанию Ну на 2-3% Но зато стоимость Объекта Взрастает Иногда Вот в разы За счет Именно продуманной Архитектуры Снаружи И так далее И в свое время Я познакомился С работами Максима Таянца Ну насколько понимаю Раз мы начали Говорить про Сочи То там многое Сделано Единственное Такой город Как Лайково Приказал долго жить Так сказать И превратился В нечто там Ну совсем не то Что было в образе Первоначальном Кто из архитекторов Больше всего На вас повлиял Ну не обязательно Может быть вы там Фамилию не вспомните Ну по крайней мере Может быть какая-то школа Может быть какой-то город Потому что тот же Атаянца Он говорил про Европу И про ее дух Что ли Ну из Ну что это Стиль Волта Диснея Или это что-то такое С плоскими крышами Ультрасовременный хай-тек Ну могу сказать Что это такой Целый сплав Потому что Приходилось читать Труды Корбюзье И знакомиться С архитекторами Конструктивистской школы Нашим там Конструктивизмом Российским Который повлиял Ну который явился Просто родоначальником Очень многих тенденций Очень многих Течений в архитектуре И Конечно Вот это торжество Функционализма Оно Поражало Но Конечно И знаете Еще Поражала Поражала именно Работа с пространством Как Такая вот магия Когда у тебя Когда ты работаешь В пространстве Как Как с матрешкой Да То есть у тебя Вот Целая система Объектов Вот вплоть до точки То Конкретно Вот местонахождение Человека Так Какая-то внутренняя Маленькая Самая маленькая Куколка Да И Внутри каких матрешек Пространственных Она находится И У нас есть Прекрасные образцы Вот такой архитектуры Которые ничуть Не уступают концепциям Там Рэма Кулхаса Например Музей космонавтики В городе Калуги То есть это просто Архитектурный шедевр Семидесятых К сожалению Вот Не вспомню архитекторов Там по-моему Целая группа их Но Вот это Сломанное пространство Внутри Довольно Небольшой Небольшой Конструкции Который Который Ведет тебя Определенным Маршрутом Заставляя Получать Именно То Знание И впечатление Которые Которые Ну ты должен Получить На выходе Из этого Музея Как фильм Интерстеллар С неожиданным Концом Честно сказать Это правда С другой стороны Конечно Не могу сказать Что меня Не завораживают Образцы Архитектуры Старых времен Потому что Конечно Красная площадь Нет Нет Тогда что Какая часть Москвы Скажем Лучка Или площадь Нет Вот Мое Я могу сказать Меня не впечатлил Османовский Париж Ну он Так Ну он такой Ну для меня Он был такой Немножко Он такой Очень Рафинированный Очень Буржуазный И скучноватый Не знаю Почему А куда в этом мире Вам хотелось бы Вернуться еще раз Ну город Просто Город любви Это конечно Лондон То есть вот Он Я оказалась В Лондоне Впервые В 2000 году Город любви Все таки Лондон В 2000 году И он мне просто Просто Это был Вот Вынос мозга Чем он вас Вы по Севилроу Прошлись Где вы были Что такое впечатление Вы знаете Он меня впечатлил Своей Своей дерзкостью Он какой-то Он весь Полярный Он умудряется Он умудряется Быть Таким Многоликим Таким Глубоким И широким При этом Таким разным И при этом Целостным В своей разности То есть школа брендинга И школа дизайна Это невероятно Ну да И потом Англосаксы Вообще Лондон Конечно Родоначальник Очень многих Методик Теорий И в том числе В области брендинга Они Они Глубоки Как все британские Ученые Как вам в Сингапур Бывали? Я ни разу не была В Сингапуре Это прям Это задача Это Это Географическая точка В ближайшего времени Будете ли вы вести Определенные программы Здесь Сингапурской академии Соответственно В качестве тютера Конечно Что будет вести? Конечно У меня сейчас Есть уже Разработанная Базовая программа По корпоративному брендингу Как инструмент Капитализации Компании Ну вот Упаковки Капитализации Компании И неважно Это Стартап Или Это Достаточно Крупный бизнес Потому что Мы Имели За 24 года Имели опыт И работы И с теми И с другими И Мы понимаем Какие ресурсы В Системном освоении Этого инструмента Какие ресурсы Капитализации Именно В системном освоении Этого инструмента Таяться И в этом все Будете разбирать Да Да И я думаю Что может быть Жизнь покажет Потому что Мы сейчас Обсуждаем Планы Расширить Эту тему До Может быть Нескольких Прикладных курсов Более Более Компактных И Ну и Нацеленных На конкретную Ситуацию С которой Сталкивается Бизнес И возможно Не только Бизнес Возможно Иные Институциональные Образования В том числе Территории И вот Вы сейчас Сказали про Территории Бизнес Я почему-то Подумал про Италию Где на уровне Правительства Была программа Создание Вот такого Имиджа Делового Человека Что ли Да Когда Очень много Внимания Уделяли Внешности Костюму Сорочки Цвету Галстука Формам И так далее Мне интересно Есть ли у нас Примеры Компаний Ну может быть Это ваша Компания Где стиль В одежде Вот прям Безупречен Вы знаете Стиль Стиль В одежде Как я Всегда Говорю Это Это же Последний Штрих Да Это как Мейкап То есть Если Стиль В одежде Ради стиля В одежде Это не очень Хорошо То Нет Это Ну Это Работает Не более Не более Того Что Надо же Всем пошили Униформу Молодцы Потратились И на это Кстати Про униформу Вот Вот Мы берем Медицинские Организации Я сейчас Не буду называть Но некоторые Клиники В мире Занимают Первое место Потому что Там продумано Все Вот до деталей Это частные Клиники Медицинские Вот Естественно И про форум И про все Про организацию Пространства И так далее Говорят Что очень тяжело Попасть туда Ну я имею ввиду Работать Там очень хорошая Оплата труда И Пациентам Очень нравится Потому что От атмосферы Видимо Зависит и то Как быстро Ты выздоравливаешь И когда там Все Ну практически Идеально Когда И даже униформа Вот эта сам Медицинского персонала Говорит тебе Радуйся жизни Как говорится Там Дай Выздоравливай Не в плане Возвращаясь К нам обратно Как бы Запомни нас Как нечто Нечто Лучшее Вы знаете Вы задавая Этот вопрос Вы фактически Раскрыли Суть Брендбилдинга Потому что Вот это Весь сон Множество Деталей Различных элементов Которые Которые Воспринимает Потребитель И которым он Радуется Вот Он это делает Потому что Все эти детали Они не случайны И все они Отражение То ради чего То есть Вот то Зачем Этот бренд И с какой Целью И для Кого И когда Бренд Знает Ответы На эти Вопросы И Он Причем Он отвечает Это Вот Понимаете Миссия Видения Это настолько Затасканные К сожалению Терминологи Которые Ну как У нас же должна быть Миссия Видения Где у нас копирайтер Ну посмотри у конкурентов Что они там пишут Давайте Я могу сказать Что когда на сессиях На стратегических сессиях На различных форматах Мозговых штурмов Мы с чиновниками С лидерами общественных объединений С регионов Начинаем Простраивать эти вещи Но идя От Вот Самых Базовых вопросов Которые мы здесь задавали Друг другу Да Вот То вы знаете Вот этот процесс Занимает Часы Напряженной работы И люди спорят За каждое слово И вдруг Смысл Который в этом слове Сконцентрирован Он становится Очень важным И каждое слово И оказывается За слово Можно бороться И оказывается За символ Который стоит За этим словом За него тоже Можно бороться И оказывается За это Знамя На котором Будет повещен Этот символ За него Можно идти в бой Понимаете А за ту территорию На которой Царство Этих Можно умереть Символов Можно умереть Да Вернее Умирать за нее Не надо Но ее можно Но отстоять Ее нет Не умирать И отстаивать тоже Мне Очень нравится Слово Обихаживать Вот То есть Вот эта территория Она в буквальном Физическая территория Это образ рая Территория Это не образ Это образ Обихоженной Ну То есть Любая территория В нашей жизни Нужно стремиться К тому Чтобы она была Обихоженной Гармоничной Завершенной Чтобы она была Территорией Где бы царствовали Те смыслы Ради которых Да Те ценности Чтобы они витали В воздухе Считывались Которые Которые На самом деле Связывают Нас Друг с другом Потому что Взрослые люди И Ну Скажем так Наша осознанность Которая есть В нас Которая есть Наша взрослая Осознанность Которая есть И в детях И в подростках И в взрослых Она Про ценности Ох и темы Вы затронули Наталья Юрьевна И Поэтому И вот Когда Все это И вот Вот эти Мелочи Которым мы Так радуемся Умиляемся Это и есть Как раз Детали нашей Обихоженности Мы тут Перейдем В детское И в неосознанное Но я думаю Другая история Коллеги Я прошу Пишите под этим Видео Вопросы Натальи Юрьевне Которая является Тютером Мы вас благодарим За прекраснейшее Общение Спасибо Спрошу Вам понравилось Интервью В цифровой гостиной Понравилось У меня не было В своей жизни Более спонтанного Интервью Честно скажу Спасибо Интервью с колес Спасибо Спасибо До новых встреч До новых встреч